Всё, еду на заправку, потом к дяде Лёше. К тому же у дяди Лёши всё включусь, потому что снимать некому. Всё покажу. Погнали! Приехали к дяде Лёше, заправился, съездил. Полный бак залил, сейчас у меня оба полных бака, можно кататься. Блин, автомобиль, конечно, совершенно по-другому себя ведёт. За мной учусь ездить. Интересно, есть там кто, нет? Дядя Лёша, здравствуйте! Серёжа, здравствуйте! Pajero Sport, как себя чувствует? Дядя Лёша, ты ещё не приехал с обеда? Мы, дядя Лёша, подождём пока. У нас, смотрите, тут какой джип. Хотел себе такой сначала взять, но больно. Серёжа в обслуживании дорог, но его нафиг взял у Азика, подешевле было. Вот это да! Ладно, сейчас мы Лёше подождём, да продолжим. Я посмотрю, чё там, да. Pajero Sport первого поколения. Да, два просто. А Pajero 2 без спорта? Без спорта. Чё ты, меняешь колодки? У меня, знаешь, чё есть? Красник, красник, красник. Оп, вот чё у меня есть. Красник, красник, красник поменял. А, я тоже его себя менял между. А чё ты не комплектом? Я оба менял. А оба? В прошлом году этот лопнул, правый, и как бы, видимо... Всё понял. А у тебя, смотри, вот сюда не ставятся, да, эти? А у нас троса голые, и грязь всё залетает. У тебя-то нормально. Нет, тут это, вот резинки всё, вот эти на близко. Резинки, да. Я поставил новое. Вот такой по грязям тоже ездить нормально. Но, у тебя лебёдок нету, а я искал технику, чтобы подготовлены были. Ну, меня это уже как-то. Это твои, да? Да, да, наклепал вот я. Новенький ещё. Наклепал я, наверное. А, наклепал. Конечно, стоит полтора рубля, этот я поклепил с руками и взял всё. Всё понятно. Помойся пять секунд, быстренько. Сейчас Лёшу подождём. Дядя Лёша у нас приехал. Дядя Лёша, поздоровайся. Привет. Итак, пока ездил на заправку, два раза в штаны наложил. Ой-ой-ой. Оно непривычно, Лёха. Совершенно другая техника. Да шучу, конечно, но всё же. Так, сейчас я дяде Лёше всё покажу, мы всё откроем и начнём настраивать. Ничего тут сложного. Подготавливаемся. Так, и вот тот ещё. Нажми там, да. И здесь ещё язычок какой-то. Десять раз перестрахован. А здесь у нас нету крепежа. Вот думаешь, для чего эта душка-то сделана? Перекидываешь, и здесь защёлка должна быть, и упор. Это когда полностью хлопаешь туда капот. Всё снято. Да. Чутенько ничего не бежит, мы его потом отмоем. С проводкой я тут разберусь, надеюсь. Ещё поковыряемся. Да-да-да, читает. Ещё разберёмся. Ну, наверное, ничего не бежит, всё уже фотосол нигде не... А, мы знаете, ребята, что хотели? Шланг-то какой мы хотели? Вот этот поменять? Нижний, да. Мы хотели поменять, купили уже, а зараза с этой стороны 45, там 50. Да. И будем комплект подбирать весь силикон, полностью всё менять. О, Лёха, так ты смотри, что здесь сделано. Да, термопар врезано. Термопар, так они сами-сами должны включаться. По сути-то. По сути, да. Ребят, у нас стоят два вентилятора. Они включаются принудительно в салоне. И вот, я же термопару-то не заметил. Нет, 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 термопар остыли. Нужно автоматом ещё включаться. На тот случай, если что-то тебе не понравилось, ты их принудительно... Тот провод надо... Ну, я заизолирую, потом это всё сделаю. Сейчас мы подключаем плюс-минус. И... На тахометр. На тахометр тоже плюс, тоже разматываю. Да, да. И всё, и тахометр подключим. И по меточкам, дядя Лёша, я заведу, ты посмотри. А потом мы это всё покажем. Если что-то не ладно. Всё чётенько. Да, я думал термопар, я думаю, вручную включать, так кажется. Нет, нет, термопара есть, она автоматически включается. Всё замечательно, вообще сделано всё чётенько. Надо вот только у компрессора поменять шланчик. Первый слой, что-то он плохенький, если я чувствую. Там хотя второй есть. Но это я тоже всё обожму, сделаю. Дальше. Колёса у нас. Лёха, наверное, всё-таки камеру уберём потом. Но опять же, смотрите, тут ездили, сдували, трещины есть. Я думаю, пойди лопнет оно без камеры-то. Старый хозяин, знаешь, почему убрал? Он говорит, я один раз раздулся, еле мы в грязи собрались, и я больше не стал. Но опять же, мне не для трофей. Нужно ли мне запускать колёса-то? Вот что я думаю. Опять с другой стороны проткну, я могу жгутом заделать. Здесь уже всё. Только запяску. Только запяску, да, только клеить ещё. Да, потом болты, смотрите, ребят, здесь неудобные. Головку хер подберёшь ещё такую. Ужас, головку подобрать. Тоже надо с болтами что-то с вылетом какие-то болты искать, да? Надо посмотреть. А, я хабы купил, будем ставить. Такие? Да, ручные. Тоже. Прокладок, правда, нету. Отказали прокладок, говорит, по 10 штук только. Но я думаю, найду или в кумёнах, или что сюда. Или герметиком намажем. Тоже с камерами, не знаю, ребят, смысл-то теряться вот в этом. Нельзя сдувать-то, пипетки провернёт. Ещё пишу, знаешь, как сделай. Проклей их с камерами и не будут проворачивать. Они, говорят, так же некоторые ставят. Ну, не знаю, не знаю тоже. Посоветуйте. Проклеивать можно с камерами колёса, чтобы не проворачивало пипетки или нельзя. Всё, мы подключаем пока, друзья мои. Аккумулятору покажи или уже зарядочку показываю. За одним тахометр сейчас мы подключили к плюсовой клемме бобины, или как она называется. А вот это к первой, поближе туда. Поближе к этому. Да, к самой, чтобы поточнее показывало. Просто элементарно. Всё подключается и всё. Я сейчас пойду заведу. Давайте. А ты посмотри, будет ли сторбоскоп. А его же надо на тёплом, смотри. Вот так-то у меня тёпленький. Да. Так, в заводе. Так. Чё, нету ничего? Заряд кажется? 14.5. 14.5. Что-то не стреляет он у нас? Чего не стреляет? Стреляет думаешь? Нет. Я не вижу. Я тоже не вижу. Так должен быть видно. Обороты как? Нет, он должен бам-бам, как стробоскоп сделать. этот режим и нажимаешь разные тут есть вольтаж и не показывает обороты у нас да здесь обороты должны показать переключить значит неправильно подключили давай на верхней не показывают оборот это у нас о показывали все это у нас 328 что ли оборотов но вы нажми нет не делается отключи да вообще без него может он отдельно это как функция будем читать инструкцию вроде пока разобрались оказывается надо долгое удержание количество цилиндров у нас 21 по таблице идет дальше есть 52 это 6 цилиндров 31 видя 31 это систем 72 это 7 цилиндров 418 цилиндров 1 и 2 это два цилиндра вот можно на квадроцикле между прочим устраивать три цилиндра 1 а 3 ой 1 1 тут вообще погоди-ка аляха я дедать сбил тут все 12 6 вольтаж вышел да сейчас удержу это сломался не выходит ама гони долгое удержание это сломали мы тут ребята мозги у него но и скинем клемму уже здесь в этот разобрались в этом оказывается смотри он просто если нажмешь он вольтаж в этом режиме не программируется программируется на угол нажимаешь 01 долгое удержание идет и все 21 по таблице четырехцилиндровый двигатель да и также переключаешь нам он не нужен все в принципе чет обороты и вам подсоединяем давай а куда на нижнюю и значит не на верхнюю а почему у нас на нижний показал в ту раз оборуду ну давай держи бумажку чтобы не улетала я завожу на холостых сейчас поработает чуть-чуть пока теплый заводим ребята чё стал оказать правильно обороты до 740 оборотов 780 это нормально все 800 оборотов принципе двигатель держит хорошо так выходи в режим наверно почему а чё думаешь он вот он сейчас это нажми просто прижим на выходить значит а давай ты родим он от меня лучше разобрались друзья мои я не знаю вы смотрите тут так погоди лёха у нас связь плохая идет с этим вообще много у нас неправильно настроена не знаю камера передает не передает вот эта меточка где чё ты давай неси ключ будем сейчас крутить в одну или правую сторону нифига у нас разбег был друзья мои хохохо вот столько примерно зажигание настроена на этом что-то клейма плохая у нас вот здесь часть не очень хорошая деле мы добились морить и работа как чистенько сейчас мы все настроим и поедем вообще разбег был колоссальный дам дядю лёшу туда право влево попробуй а чё ты залезь на эту ключик другой не ждет да разбег очень-очень здоровенный все ладно сейчас мы настроим трамблер влево-вправо и уходишь все ничего сложного так я буду смотреть да я буду смотреть вот утром Пошел, пошел, пошел. О, вон оно где. Ребята, видите? Все, закручиваем. Заглохнет? Нет. Даже оборудов упали. Посмотрите, сколько оборудов. А, оборудов? 760. Нормально. 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 Все стоят, не прыгают, вообще не столько. Вообще стоят чётенько. Так, все правильно. Смотришь? Очень хорошо видно. Что, все затянул? Да. Ну и все. Вот и вся настройка зажигания. Да я попробую. Сейчас ты попробуешь, я еще не опытен, как и ты. Давай, оценяй, все, проходим сейчас. Обычно? Да. Отсоединяй, давай не будем здесь положить. Ты что, сейчас намотает куда-нибудь? Нет, нет, намотает. Ну давай. Все, дядя Леша своим опытным прокатится. Что, тут туда, туда? Да, конечно. Пругаля, сейчас сдаст и все. Все настроили, разбег был колоссальный. Оборуды упали, все стабильно. 760 сейчас, все чётенько. Он едет даже на пониженной. Ой, на пониженной, без газа. Все, поехала машиночка. Заднюю дверь не закрыли, дядя Леша. Подхватывает вещь, вообще вещь. Все, дядя Леша пошел. Ну и? Вот такая была разбег с метками. Почти на два сантиметра. Все, Леха умчал. Для возника нормально. Все, ждем дядя Лешу. Дяденька вниз, у церкви направо. И слева стороны будет гараж. Парни делают, зашибись. Дядя Леша приехал. Ну пойдем интервью провозьмем у него. Ну что, едет? Едет хорошо. По-моему, даже лучше стало. Ощутимо. Ощутимо лучше. Давай, прокатились. Прогрелся тебе по-хорошему. Еще метку померим. А? Метку еще проверим. Давай. Мы, правда, ели с тробоскопом разобрались, как он работает. У нас массы там не было. Без инструкции, в общем, ребята, методом тыка не разберетесь. Инструкцию почитайте. Без инструкции, Леха, не разобраться. Где? Без полезной. Ну-ка, пристреляй. Там нормально все, не сбилось. Вот я это и хочу. Ну-ка. Все четенько. Все нормально, Леха. Да, это когда большие обороты были, из-за этого ушел. На холостых же надо. Все нормально. Это просто у нас повышенные обороты. Сколько у тебя? 860, кажется. Все равно высоко. Надо 760. Видите, карбюратор девать. Карбюратор почистить. Разобрать. Настроить. Я говорю, ты свози парням, чтобы они... Жиглеры. Рота болеть. Постегала-то? Снять его, да, надо? Лучше на машине туда уедем. Ну, это летом. Сейчас не поеду. Сейчас холодно. Да-да-да. Все. Все. Настройка карбюратора... Ой, карбюратора. Зажигание завершено. Слава Богу, да. Чтобы не забыть, ребята. Сейчас мы проверяем. Дядя Леша, ты пока подключай лебедку. Давай ее вот так сейчас. Вроде включена она. Для себя я что, понял? Задубело все. Задубело немножко, да. Да. Так, контакты не перепутай. Нет. По одному. На... Погоди. Внутрь. Out. Out делай. О! Это выключено, значит, лебедка. Вот так, ребята, выключено. А вот так включено. Стоп. Все. Отключай. Все понятно. Вот так выключено. И осталось нам зарядку только с тобой поменять. Да-да-да-да. Вот эту. А пускай она будет... Что, масса-то? Ой, это... Включатель-то на лебедку есть. Пускай она постоянно запитана будет. Все равно через него все идет. Все. Все. Разобрались. Зацепим куда-нибудь ее. Так. О, это туда? Да. А у меня не включена сейчас лебедка. Не включена. Давай пробуем. Давай, Out. Не надо Инта. А я лебедочку подключим. Одну кнопку. Первая. Есть. Да. А у нас же это в нейтрале стоит. Она в нейтраль. Дима, да? А вот так? А так она тоже не будет. Нейтраль. А у нас не переключить где? Вот сюда надо. Натягивая усилие это вот сюда. Веди там ведутся. Вот и все. Ага. И сейчас будет тянуть. Погоди, знаешь куда с тобой его? А вторая кнопка для чего? Непонятно, да? Сейчас мы ее попробуем. Куда ты ходишь-то? Блин, ни одного уха нету. Могли бы петлю-то сделать, да? Нет, снизу-то она надо. Думаешь, сюда что ли? Да нет. Даже бывает. Честно. Давай сюда. Затягиваем. Сейчас потянем. Стоп. Все. Нормально. Не выпадет. А вторая кнопка? Сейчас выключи эту. И включи вторую. Включи вторую. У меня, Леха, здесь реле какое-то срабатывает. Да, оно здесь срабатывает. Вот дам. И не идет. Я попробую. Нет? А лампочка не горит, да? Еще раз нажми. Не-не, может выключить. Вот. Нет. Погоди, вторую включаю. Когда лампочка загорится, то да? Так, погоди, а вторую сейчас. Вот, когда горит, работает, да? Все, тогда выключаю. Все понял. У нас еще знаешь, что с тобой разобраться на обоот? Лампочки сгорели походу. В приборной панели. Да-да. В верхней. В верхней, да. Я там потом куплю лампочек-то, заедем, тоже все поменяем. Да. Все, с лебедками разобрались. Некоторые самые наблюдательные из вас, наверное, поняли, что ролик выходит с небольшим опозданием. После этого мы уже с дядей Алешей делали, тут патрубки меняли. Все меняли. Почему опоздал ролик? Я смотрел, как мы настроили зажигание по стробоскопу. И делюсь своим опытом. Поездил, рассказываю. В общем, данный вид настройки чисто по стробоскопу не подходит для УАЗа. Ну, это я понял потом еще, посмотрев ролики, почитав литературу некоторую. Данный вид подходит для чего? Стробоскоп вы настраиваете, чтобы метку установить с октан-корректором посередине. Вот для этого выставить, да? Чтобы было чего плясать у вас раннее или позднее зажигание, потом уже по ходу прессы, когда вы будете ездить, выставлять, чтобы вы определялись, где у вас точно по метке. Вот для этого нужен стробоскоп на данном этом. Когда мы сделали все, у нас стало заводиться. Ну, заводится всегда этот УАЗик, заводится с полтычка на электронном зажигании, без контакта вообще. Заводка у него идеальная, в любую температуру все. Но покатавшийся одинек, другой, выявилась проблема, потерялась мощность на данном агрегате. Потерялась мощность, где он ехал на третий, стал ехать на второй, на третий перестал ехать. Покурив немного форму и почитав литературу, до меня дошло, что вот выставление зажигания по стробоскопу не есть панацея. Все выходит методом тыка. Соответственно, что получается, поездил я, выставил немножко раньше, два раза еще поднастраивал. Сейчас он едет по всем снегам на третьей скорости. На четвертой нет возможности разогнаться здесь у нас по деревне, дороги узкие. Но, и то, это не предел, буду еще кататься. Там нужно выставлять раньше зажигание до того момента, когда пойдет детонация двигателя. У меня опыта не хватает, я не могу услышать. Идет детонация, ну шабарчать двигатель должен. В принципе, пока не шабарчит, на разогретом двигателе на третьей скорости, при скорости 60-50 км, должна детонация начаться. Тогда ты чуть-чуть позже делаешь зажигание. Тоже это ничего сложного, все это элементарно. Но, если кто думает, что выставили по астробоскопу и машина поедет, нет, это заблуждение. Все равно надо будет только по звуку, по звуку и по мощности. Вот я поездил, чуть-чуть раз сделал. Потом еще поездил, ага, не хватает. И вот когда мы с дядей Лешей первый раз воткнули, просто наугад, вот тогда он ехал как зверь. Вот сейчас он так же едет, точно. Он заводится, едет все четенько. Про детонацию не могу сказать, потому что, говорю, разогнаться особо негде. Тут это уже будет со временем, с опытом проходить данные. До устраиваться зажигание. Плюс тут еще карбюратор мы с ним по весне. Ну, может не по весне, потеплее чуть-чуть было. Сейчас у нас дубаки стоят, вообще страшные. И мы снимем карбюратор, почистим, промоем. Мне в укор ставили, что движок грязный. Ребят, десять раз и пятнадцатый раз уже повторяю. Я купил его таким уазиком, там его, видать, так и эксплуатировали. У меня нет возможности сейчас его помыть. Придет весна, химией, все отмоем. Движок будет, как у кота, яйца блестит, все подкапотное пространство. Это все мы отмоем. Как он сейчас вот выглядит четенько, да, снаружи, так же он внутри будет у меня выглядеть. Вопрос времени. Пока нет возможности его здесь отравить химией. Все отмоем, соответственно, и уже все утечки там, которые, если будут появляться, по возможности будем устранять. Все, стоит пока на приколе, морозы. В принципе, все сделали. У нас осталось что сделать? Датчик температуры вывести, ну, индикатор. Он здесь на радиаторе сверху, вот датчик, который стоит, вот он идет. Провод у нас подцеплен, осталось только прозвонить и вывести на... Сюда мы увидим. Здесь мы сделали давление масла, да. Температуру мы, в принципе, у него и так у датчика есть, видите? Она может и подцеплена, надо прозвонить ее. Вот здесь есть, ну, индикатор, как и на масляном. Только масляный мы вывели вот сюда. Здесь повороты. Отсюда, наверное, тоже я цеплю, сделаю вот на этот датчик. Чтоб я уже ехал, так загорел, так загорел, видно. И здесь останется датчик ручника. Мы с дядей Лешей проверили, у нас даже собачки некуда крепить там. Не знаю, может что-нибудь другое сюда подцепим. И, может, с собачкой разберемся. В принципе, вот такие дела. Что касаемо УАЗика. Все. А так зажигание поднастроили, все сделали, выставили. Видели, как это все процесс несложный. Все замечательно. Всем пока, удачи. Наверное, увидимся. На сегодня у нас все.